А если бы Навальный спокойно долетел до Москвы? Статья на Конте за 29 августа 2020 года. Прихожанка. Изрядно заполонившая информационную повестку тема с лежащим в коме Навальным имеет много аспектов и направлений. Однако одно из таких возможных направлений мне представляется недостаточно отработанным. Итак, представим, что самолет с Алексеем Навальным, вылетев из Томска, благополучно прибыл бы 20 августа 2020 года в Москву. Это означает, что при отсутствии прочих непредвиденных событий 23 августа Навальный должен был бы явиться, внимание, в мировой суд района Южная Медведкова в Москве, где ему предстояло отвечать по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Уже само похабное выступление скандального блогера с обвинениями в адрес 92-летнего ветерана произвело негативное впечатление даже на его сторонников, не говоря уже о большинстве граждан России, для которых хамство в адрес ветерана Великой Отечественной войны – это деяние, находящееся далеко за гранью допустимого. Судебные слушания, в ходе которых проявилась бы вся неприглядность его поведения, нанесли бы непоправимый удар по его и без того незначительно упавшему рейтингу в среде оппозиции. Поэтому если предположить, что коварный путинский режим спит и видит, как избавиться от такого «грозного оппонента» в кавычках, то лучшего способа, чем такая дискредитация, на которую Навальный напросился сам, вряд ли можно придумать. Внимание, вопрос. Зачем режиму лишать самого себя такой шикарной возможности? Ни один крикун на тему «отравили Лешу» никакого ответа на этот вопрос не дает, даже самого невнятного. Конечно, для тех, кто не видит никакой несуразности в выстрелах в собственную ногу, такое неудивительно. Но фишка в том, что любой маломальский мыслящий человек эту несуразность увидеть способен. Я понимаю, что логика и здравый смысл практически несовместимы с образом мыслей светлолеких и рукопожатных, но не до такой же степени. Вот нам кричат, что Кремль отравил лидера российской оппозиции. Простите, а в чем его лидерство? В том, что он показал полную неспособность объединить вокруг себя самые разные направления оппозиционных движений. В том, что он эту оппозицию не столько объединял, сколько разъединял. В том, что он разругался со всеми ненавистниками режима, включая Ходорковского и его местных ставленников. Неужели никто из светлолеких и рукопожатных не в курсе, что ссоры с Ходорковским плохо заканчиваются для тех, с кем он поссорился? Вот даже сугубо оппозиционный автор Дмитрий Травин за месяц до отравления опубликовал статью «Первые победы Навального», в которой пишет про то, что Навальный поссорился с политологами, Навальный поссорился с журналистами, Навальный поссорился с политиками, причем не только с официальными, но и оппозиционными. Навальный поссорился с деятелями лихих 90-х, Навальный поссорился с интеллектуалами. Ко всему прочему, надо добавить, что Навальный поссорился с олигархами, которых он регулярно разоблачает, с чиновниками, которых обвиняет в коррупции, с силовиками, которых считает не защитниками правопорядка, а теми же коррумпированными чиновниками. А еще Навальный в свое время поссорился с представителями этнических меньшинств, поскольку начинал свою политическую деятельность с национализма. Число сторонников Навального, похоже, уже не прибавляется, а вот противники, с которыми он не сошелся во взглядах, становятся по отношению к нему все злее. Ссылочка на русбал.ру Заметим, эта статья вышла 13 июля 2020 года, а 29 июля 2020 года вышли публикации про то, как Навальный поссорился с открытой Россией структура Ходорковского из-за выборов в городскую думу Чебоксар. И где спрашивается, хоть какие-то намеки на то, что сами оппозиционеры буквально накануне рокового полета видели в Навальном своего лидера? Нигде и никаких. К этому стоит добавить еще одну серьезную неприятность для Алексея Навального. Банкротство ФБК, которое решили слить вместо уплаты 87 миллионов рублей. А это бренд, это актив, куда хомячки привыкли отчислять свои донаты. Все эти факторы еще с 2018 года регулярно порождали появление в СМИ и в сети публикаций, в которых говорилось о Навальном как о политическом трупе. Даются ссылочки на все и вся. Как видим, выражение «Навальный политический труп» давно стало расхожим. Вот, например, Навального признали политическим трупом даже на Западе. Такой циничный маргинал, как Навальный, может заинтересовать только таких же маргиналов, как и он сам. Оттого и неудивительно даже, что сегодня в глазах Запада он превратился в политический труп. Он слишком часто переобувался на лету, меняя свои взгляды в зависимости от того, когда это выгодно. Он слишком долго проваливал протестные акции и проявил всю свою несостоятельность. Он совершенно бесполезен для любого общества, включая тех, кто хотел бы подорвать спокойствие и политический строй в нашей стране. Ссылочка. Спрашивается, кому надо было делать этот политический труп, трупом реальным. Ответ напрашивается сам собой, кому угодно, только недействующей власти. Более того, до всех ковидных ограничений действующая власть закрывала глаза на многочисленные зарубежные вояжи невыездного Навального. Видимо, прекрасно понимая, что он стоит в числе первых среди кандидатов на роль сакральной жертвы, полагая, видимо, что за рубежом его такой жертвой делать не станут. Но тут случился ковид с закрытыми границами и возможности выставить Алексея за пределы России утратились. В результате его вывезли за рубеж уже в коматозном состоянии. Кто и что получил в итоге? Кремль, как минимум, головную боль. Оппоненты Кремля, возможность наконец-то сплотить оппозицию и на этом сплочении раскрутить ранее никак не раскручивавшийся виток противостояния с властью. Итак, если бы Навальный 20 августа 2020 года благополучно добрался до Москвы, то все мы стали бы свидетелями его полного политического фиаско с исчезновением его из политической жизни страны даже в виде политического трупа. Более того, в результате процесса оклеветена ветерана, который ему предстоял в мировом суде, он стал бы настолько токсичен, что даже в коматозном состоянии никого бы не заинтересовал. Однако есть силы, которые изрядно еще до направления Навального на обучение в Ельскую кузницу лидеров цветных революций вложились в его раскрутку и продвижение, серьезно вложились в расчете на серьезную отдачу. Им не хочется терять такие вложения, поэтому не тушкой, так чучелом его будут продолжать раскручивать. В результате Навальный, не сумевший стать политическим игроком, стал фешкой у политических шулеров. Незавидная роль, надо признать. Прихожанка, а если бы Навальный спокойно долетел до Москвы?